Трём подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я попытаюсь нарисовать Арию Старк по некоторым просьбам моих подписчиков. Я не гарантирую, что она у меня получится, потому что, если это ребёнок, то я детей не рисовала вообще. Людей я не рисовала очень давно, кроме вот этой вот дамочки, но вы видите, что у неё утрированные пропорции. Вот. Короче, такие дела. Давайте начнём. Итак, сначала мы рисуем осевые, то бишь, линию, по которой идёт наклон лица, линию, где у нас располагаются брови или же глаза, лоб, подбородок, рот и нос. Сейчас мы посмотрим, где он располагается. Примерно где-то здесь. И наклон будет вот таким, скорее всего. Далее мы рисуем тебе несколько вспомогательных линий. Но это не те вспомогательные линии, которые вы думаете. Сейчас. Мы рисуем наклоны лба. Наклон лба обязательно смотрите. Он какой-то вот такой. Где-то здесь идут брови. Они чуть повыше глаз. Всё должно быть параллельно, если вы не рисуете под наклоном. Но под наклоном тоже всё параллельно должно быть. Так, идёт нос. У нас как-то так... Как-то так у нас идёт нос. Здесь обязательно шарик. Потому что нос у нас не острый. Вот. Так, ну тут мы подправим потом. У нас же есть время. Здесь рисуем ноздрю. Это пока что не окончательный вариант. Я, если честно, не умею так хорошо рисовать людей. По крайней мере, я их давно не рисовала. Мне больше по душе мифические существа. Вот. Здесь у нас идёт носогубная складочка. Носогубная складочка равна одному глазику. Я вам сейчас это покажу. Сейчас. Так, где-то здесь у нас идёт бровь. Бровь. А значит, у нас идёт такое закругление. Потому что здесь располагается глазничка. Наклон. Обязательно смотрим. Обязательно смотрим наклон. Наклон у нас вот такой, но идёт с закруглением. Так что, как-то, как-то так. Я надеюсь, вам видно. Здесь у нас идут глаза. Здесь у нас идут глаза. Мы их пока только намечаем. Наклон посмотрим потом. Носик. Носик, носик, носик. Нет, у меня даже чуть больше. Вот так вот. Теперь сюда. У нас ещё может что-то не получиться, потому что... Ну, потому что это я, короче. Вы, наверное, думаете, я научу вас рисовать. Нет, я не научу вас рисовать. Хотя попытаюсь. Ну, типа это такие лайтовые. Вот. Потому что я лайтово люблю рисовать, если я рисую. Но долой. Всё. Весь лишний трёп. Трёп, трёп. Лол. Измеряем, как у нас идёт наклон. Где у нас начинается глазик. Ноздря у нас, видимо, ещё больше закругляется здесь. Так. Здесь тоже у нас смотрим, какой наклон. Но он идёт вот так. Далее. Что мы делаем? Мы ищем, где у нас начинается бровь. Бровь у нас начинается здесь. Здесь у нас начинается глазик. Как-то он вот так должен идти. То есть я рисую тупо по вот этим наклонным линиям. Ничего больше. Только наклонные линии. Только хардкор. Рот приоткрыт. Мы это потом посмотрим ещё. Будем смотреть на этот открытый рот, пока он не закроется. Да, как-то так. Есть определённая точка схода. Это точка схода наших глазок. Она должна проходить вот здесь. Вот. Глазки у нас всё ещё продолжаются. Они ещё не кончались. Хотя по фото мы видим, что глазки всё-таки у неё не такие большие, как я нарисовала. Но мы это исправим потом ещё. Посмотрим, в общем. Я же не скажу, что я прям срисую точно-точно. Здесь у нас глазнячок. Отсюда рисуем наш глазик. Он должен быть равен носику. Сейчас мы посмотрим. Да, он равен носику. Значит, какой-то вот такой вот. 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 Здесь у нас идут радужки. Вот. Здесь у нас идут радужки. Извините, камера отключилась. Мы намечаем, в какую именно точку она смотрит. Мы смотрим расстояние между её глаз. Между её зрачков, извините. У неё какое-то такое, но у нас, видимо, что-то не так пошло. Видимо, у нас носик надо поменьше сделать. Неважно. В общем, пока что. Носик, кстати, у неё, да, достаточно аккуратный и маленький. Значит, у нас всё-таки с носиком проблема. Вот так. Игла, значит, должен быть где-то здесь. Извините за то, что я так отрываюсь, я это ускорю, но просто у меня... Я срисовываю с компьютера, а он стоит немножко в другой части моего обзора. Моего обзора, господи, как надо было сказать. Мы рисуем радужку. Потом видим, что вот тут слёзничек, да, она немножко перекрывается нижним веком. И идёт вот так. Здесь делаем более спокойный такой переход ИГ. Булка. Хвать. Здесь у нас идёт века верхняя. Верхний век... Да хватит, булка! Ёппарасоте. Верхний век у нас закручивается. Вот здесь. Закругляется, точнее. Господи. Кто меня учил говорить? Видимо, учителя. Теперь подтираем немножко здесь. Вообще, я не знаю, как рисуют эти люди, которые, типа, вот, с одного раза без ластика всё-таки оп! И всё, и одной линией. И я не понимаю, как это так вообще может происходить. Это же просто невероятно! Невероятно, но факт. От слёзника, точнее, от верхнего века и слёзника у нас идёт такая штучка. Штучка-дрючка. Я не совсем знаю, как она называется, но она есть. Там ложится тень, в общем, такая... Хорошая тень ложится. Вот рисуем толщину нижнего века. Так, оп! Здесь будет свет. И вот так вот отходит у нас вот это нижнее века. Как-то так. Оно должно сойтись здесь. Здесь у нас идёт скула. Скула. Сейчас мы посмотрим её наклончик. Вот он. Вот он, наклончик скулы нашей. И наклон от косточки носа. По идее, где-то здесь она должна быть. То есть, вот так. То есть, с косточкой носа мы всё-таки угадали. Значит, сам носик надо просто сделать поменьше. Вот так. Тут мы видим, что тоже идёт нижняя часть. Скулы, они тоже параллельны. Поэтому желательно проводить осевую линию для скул тоже. Вот тут она немножко... Но у неё лицо такое гладкое-гладкое. Такое, как бы сказать, без резких наклонов. И вот где-то тут, тут, где-то тут. Сейчас, подождите. Я где-то накосячила. Ничего, сейчас мы это тоже исправим. Так, вот так вот у нас идёт глазик. Ещё глазик. Ну, точнее, нижнее веко. Я буду так говорить, потому что, извините меня, я когда рисую, вообще обычно музыку слушаю, либо что-нибудь смотрю, я совсем не привыкла разговаривать и объяснять. Вот. Поэтому, извините, Сориан Сорианыч, я буду очень плохим объяснителем. Вот. Где-то здесь у нас кончается глазик наш. Вот тут у нас идёт радужка. Ближе к краю даже. Она тоже полуприкрыта нижним веком. Верхним тоже. Так, вот такая у нас должна быть радужка. Она должна быть довольно большая. Вот. И здесь у нас, как раз-таки, да, вот здесь у нас идёт закругление верхнего века и смыкание его с нижним. Тут всё ещё идёт глаз, поэтому нам надо вот это вытереть. Оп. Вот так вот смыкание. Здесь глазик. И здесь радужка. И здесь верхний век. Верхний век я буду выделять просто жирненьким, потому что тут у нас ещё идут реснички, которые мы добавляем уже в конце, когда мы полностью уверены в нашем рисунке. Верхний век рисуем. Нет, наклон у него всё-таки чуть больше. Я бы, наверное, тут даже побольше сделала бы нижний век. Даже не знаю. Вот так, наверное, оно идёт. Вот так вот. Сейчас посмотрим. В любом случае. В любом случае мы сейчас это увидим. Любые косяки, они вылезают уже в процессе того, как ты рисуешь. И не всегда можно нарисовать сразу хорошо. Такие дела. Не, ну, есть, конечно, умельцы, но, извините, я не из таких. Я не тот человек, который вам нужен. В плане обучения, наверное. Тут мы рисуем бровку. Бровка у нас такая красивенькая, такая пушистенькая. Мне нравится её бровка. При том, что она уходит вот так. То есть, оп. Оп, оп, и оп. И сюда вот. Немножко подчищаем. Это века у нас... Так, сейчас. Получается более скруглённым. И почему-то не заходит за глаз, ну, ладно. Более скруглённое. Так, сюда. Сейчас подчистим. Так. Я не знаю, зачем я это нарисовала. Ладно. Сейчас, не забывайте очищать ваш ластик. Потому что из-за него могут оставаться артефакты, вообще большие проблемы. Нет, я не могу это стереть. Глазик. Радужка. Радужка, наверное, даже здесь где-то. Чуть поближе сюда. Здесь у неё порубел. Мы должны его почистить. Вот. И здесь у неё падает тень. Тень. Вот так вот. Так, сейчас мы подчищаем остальное. Возможно, нам придётся немножко уменьшить нос. Потому что я вообще не понимаю, в каких пропорциях я рисую. Воу. Вот так вот. Так. Окей. Бровки. У неё бровка вот эта идёт как-то так. Сюда. И после того, как идёт вот эта линия сейчас, вот так вот эта линия. Она должна идти ровно 30 градусов, короче. Рисуем сюда. И если сейчас я правильно посмотрела глаза, возможно, неправильно, я всё-таки не суперхудожник. Так. Глаз мы всё-таки уменьшаем чутка. Совсем чуть-чуть. Немножко. Вот. Но он у неё всё-таки кажется более открытым. Поэтому сейчас мы что-нибудь придумаем. Или уже тенями всё нормально сделаем. Потому что без теней контура, конечно, тоже не ахти смотрится. Короче. Вот тут. Тут кончается бровь. Вообще, я думаю, что нам надо бы их как-то поднять. Как-то поднять. Вот. 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 Ладно, давайте пока оставим так. Вот тут у нас будет блик. Вот тут зрачок. Извините, если я не передам. Всё то, что видит она. Она видит, наверное, какую-то жуткую картину. Может, ещё что-нибудь. Так. Оп. Блик здесь. Далее я кладу тень просто на глаза. Потому что, иначе я не вижу, где блики эти жуткие находятся. Больше затемняю сверху. Окей. Тут такая, короче, на глазах. Типа, мы рисуем шахидку. Сейчас мы нарисуем ей вот просто оп-оп. Паранжу. И будет она у нас красавицей. Эд, не обращайте внимания. У меня шумят кошки. Они решили поиграть. Именно тогда, когда я снимаю видео. Ничего. Я поиграю, когда они спать будут ложиться. С ними. То ли ластик нехороший, то ли я совсем какашка. В общем, да. Подняли мы брови. Смотрим, как у нас идет лоб. Почему-то лоб меня сейчас больше всего волнует. Так. Да. Все верно. Здесь у нас должно идти так. Потому что вот здесь надбровные дуги находятся, между прочим, и они должны смыкаться с этим. А почему у них идет такой разброс? Ну-ка. Ну-ка. Я думаю, что здесь просто надо повыше сделать. Вот так. Оп. Блин, оп. Хе-хе. И получается вот так. Наклончик здесь. Потому что где-то здесь у нее начинаются волосы. Они идут вот так. Как-то тут у нее закругление. Закругление лба получается. Во-первых, здесь. А во-вторых, как-то как-то так. Сейчас. У нее еще тенюшка такая интересная идет. Ненужное мы подстираем. Подстираем. Извините меня за мою R. Вот тут. Где-то. Где-то. Где-то тут. Где-то тут у нее начинается прическа. Сейчас мы посмотрим. Мы возьмем за правду вот эту точку. Потому что от нее все идет. И да, где-то тут у нее начинается прическа. И причем она начинается так. Оп. Короче, не важно. Сейчас пока это не важно. Далее. Что мы делаем? Я всегда делала так. Фигакс. И вот где-то тут подбородок. Подбородок у нас тут обязательно кругленький. Надо немножко вздернуть носик ей. Насколько я понимаю. Вот прям чуточку. Кошки. Хорош буянить. Так. Вздернем ей носик. И у нас получится, что лицо будет идти гораздо-гораздо ближе, чем я планировала. Айе. Почему я выбрала именно эту фотографию? Почему я не могла что-нибудь полегче выбрать? Господи. What the fuck? Носик. Нет. Носик у него вот так идет. Где-то здесь идет ноздря. Тоже смотрим по наклонам. Вот. Наклоны это наше все. Вот. Потом, что у нас тут за фигня? У нас вот тут фигня, да? Вообще, все должно где-то сходиться. Но я не помню, где. У нас получается такая бабушка. Почему-то. Я знаю, почему. Сейчас мы это все подотрем. Тут у нас носик будет нормальным. нормальным, я сказала. Бесюк! У меня просто Бесюк играет со штативом. Извините. Я не могу ничего с этим сделать. Я могу, конечно, выставить Бесюка. но он потом будет орать и рваться назад. Такой, нет. Впустите меня назад. Там Булка. Я не закончила свои дела с ней. А можно выставить вдвоем с Булкой? Но тогда мне придется некоторые части перезаписывать. А я не хочу. Я хочу, чтобы вы видели, как я рисую фактически вживую. Вот. Просто я вам сокращу немножко времени. это будет не 2-3 часа, а 15 минут максимум. Ну, я, по крайней мере, постараюсь сократить до такого времени. До такой степени. Вот. Отсюда, от ноздрей у нас идут идет наша носогубная складочка. Зря я, конечно, такое жирно делаю. Вот. Надо вообще карандашом, наверное, аж 2 2-2-H там 3-H рисовать изначально все вот все вот эти вот контуры, потому что остаются артефакты, которые хрен сотрешь. У меня очень мягкий карандаш, и я им всегда рисую. Вообще всегда. То есть для меня он это все бисюк хорош. так. Ну, губки у нее небольшие, пухленькие. Сейчас я нарисую, получится вообще не Ария Старк. получится какая-нибудь девушка, но не Ария Старк. Всегда я прорисовываю вот эту вот штучку. Почему-то, почему-то всегда мне прям нравится это делать. и опять смотрим по наклонам ее губ. А губы у нее очень сильно наклонены. Сорян. Ну, вообще она довольно должна получиться пухленькой. Вот поэтому откуда-то отсюда мы вот от кончика носа мы немножко прибавляем ей сюда округлости, скажем так. Округлости. Но не слишком много. Я переборщила. Я люблю борщить. Вот. Люблю борщить и, короче, не имею нормального чувства юмора, поэтому сорян. К этой шутке придумайте сами что-нибудь смешное. И пускай это будет шуткой. Так, теперь нам надо это закруглить. У нас идет рот. Сейчас мы посмотрим как. Висюк! Ну, елой пала, ну. как-то так. Теперь мы знаем, куда нам круглить. Все это, оно должно быть очень закругленное. Господи, если он грызет тени под кроватью, я его съем. Дальше мы смотрим, что у нее есть, во-первых, черная полосочка здесь, во-вторых, два зубика. Она показывает нам свои прекрасные зубки. Зубки она нам показывает так, оп, один зубик. Вы будете ржать, конечно, сейчас, подождите. Второй зубик. Поднимаем, поднимаем линию. У нас тут должно быть должен быть один глаз от носа. Да, как-то так. В общем, линию мы поднимаем. Поднимаем, затем здесь делаем вот так. Даже, может, ниже, неважно. здесь у нас будет тенюшка, а посему здесь еще немножко утолщения, потому что у нас идет вот так. Здесь должен по идее нет, подождите. вот значит, здесь должен кончаться нос, и здесь должен должна идти это. Тоже носогубная складка. Короче, я кошек выставила, извините, они у меня тени опрокинули, все высыпались, пришлось собирать, поэтому я запыхавшаяся такая. И в общем, вот. Да, дальше смотрим, что у нее с нижней губой. Возможно, она ее прикусывает, нет. Наклон идет вот так. Здесь у нас пойдет затемнение. Небольшое. Небольшое затемнение. Тоже вот такая вот такой вот блик. потом вот так. Ну, с закруглением, разумеется. Здесь у нас где-то концы губ должны встретиться. Встретиться, господи, можно я буду как-нибудь по-другому выражаться, сойтись. Вот, сойтись. Это без буквы Р. Типа, чтобы вам было приятнее. господи, у меня опять Алиса включилась. Вы меня запутали. Нет, губы у нее более вытянутые. Вот так вот. Это мы опять по линиям рисуем. И вот тут где-то они сходятся. Вот слышите что творится? Вот так. Мы не выяснили, что у нас со скулами. Со скулами у нас должно происходить следующее. Носогубная складочка выходит вот сюда. Еще одна. Ну, тут я переборщила, конечно, она вообще должна быть почти не видна. Ну, имейте ввиду, она тут есть. вот потом у нас идет вот так, да? Я вообще не люблю, если честно, человеческие лица рисовать. Ну, вы меня уговорили на Дарью Старк Тарья Турнин. Вот, а теперь он мне учит за дверью. Потому что остался один. В одиночестве. Так. Сейчас, подождите. Сейчас это будет напоминать вам мужика, но потом вы поймете, что это не мужик. Вот, как некоторым, я тоже напоминаю мужика, потому что у меня кадык, да? Но я не мужик, а кадык-то все равно есть. вот тут губу закругляю. Здесь немножко убираем толщины. слишком не добрала я, не добрала. господи, я рисую очень стрёмно, да? страшно как-то получается девочка. дайте посмотрим, сколько глаз мы сможем ей вместить до подбородка. Род равен одному глазу, а тут полтора. окей. У меня такой своеобразный подбородок. Я бы сказала очень своеобразный. булка, если ты рассыпешь тени, я выставлю тебя назад к бесяку. Молодец. Так. моё! И моё! И моё! Без мёё! опять смотрим наклонные наклонные линии еще никогда никому не мешали у нее есть такая штучка это начало второго подбородка но мне кажется сейчас тоже есть но ничего как вы думаете надо ли иногда кошек наказывать особенно когда не совсем раз разошлись развинтились потому что мне кажется что вот когда это начинает уже у них в привычку ходить то надо их как-нибудь не поощрять в общем оставлять за дверь например еще что-нибудь но не за дверь квартиры до за дверь комнаты чтобы они там одни постояли подумали над своим поведением конечно же помяукали лучше бы у меня попросили просто кого-нибудь нарисовать но не кого-то конкретного девушку а то у меня тут проблемы мне попросили нарисовать только контур и я уже видите все контур рисовать галима потому что все самое важное скрывается под тенями например вот так вот штрихами да вот тут вот штрихами немножко сейчас я вам покажу где раз нет нас где здесь тут штриха не тут немножко за штриху им но более светлая должно быть конечно возможно я просто сижу неровно мне неровно рисовать мне кажется у нее лицо слишком громоздкое получилось либо лоб надо увеличивать наверно надо увеличить лоб вот на типа надо соблюдать пропорции человека но и им но и индивидуальности тоже тут у нее ушка где-то должно быть здесь где-то вот на этой линии сколько раз свой глаз вмещается два раза значит раз два до где-то здесь ушка начало по крайней мере его господи я сейчас распсихуюсь и все а а уже ловит лицо замечательно здесь у нас тенюшка здесь еще еще больше тенюшка вот то есть вот до этой линии здесь тень здесь тень а вот здесь вот тени нет и Но я сейчас не буду пользоваться типа академической штриховкой, потому что не буду. Вот просто вот. Я что, не могу не захотеть ей пользоваться? Наклон уха. Возможно, у меня неправильный наклон лица сейчас у нее. Субтитры сделал DimaTorzok Опа, 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 че? Надо тут линию стереть. И тут, в общем, все. Еще большей штриховкой заполняем. И вам кажется, что это просто мужик обрастает щетиной? Мне тоже так кажется, потому что где-то я тут явно накосячила. Извините. Что у нас там по наклону теней? Вот такой вот у нас наклон теней. Вот так вот. Сейчас, возможно, с помощью теней я помогу себе и узнаю, что я сделала не так. Что я сделала не так, извините. Сленг такой сленг. Не бойтесь переборщить с объемом. Ведь переборщений с объемом не бывает. Поэтому мы везде кладем тени. Желательно по осевым, конечно, их класть. Но по этим линиям, которые мы проводили, сейчас подстерли. Ушко мы тоже рисуем по наклонам. Так, еще раз напомните мне, пожалуйста. Дарья Старк — это ребенок, да? Или нет? Просто я не смотрела «Игру престолов». Либо ребенок, либо карлик. И если это ребенок, то, короче, дофига понятно, с чем я накосячила. Если нет, то вообще непонятно. Ммм, кстати, я знаю, что вы можете для меня сделать сейчас. Ну, собственно говоря, сказать, что по-вашему не так в этом рисунке. А в следующем видео я его буду исправлять. Как вам идея? Или я его просто исправлю и выложу фотку в Инстаграм. Вот. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Сделаем вид, что я их нарисовала правильно, по волосинкам... Сделаем вид... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот Ну похоже хотя бы чуть-чуть Подождите, я тут не добавила блеска, глянца Я надеюсь, что у меня получилось хотя бы похоже Обязательно напишите об этом в комментариях, потому что мне важно знать Ну всем важно знать, блин, как они рисуют Я знаю, что я рисую не очень по сравнению с другими людьми, которые рисуют на ютубе Типа у них все с первого раза получается Но я постаралась вам объяснить, как это происходит у меня, как я рисую я И пусть это неправильно по канонам Строгановки и Федоскина, там, и некоторых художественных институтов Но, тем не менее, по-моему, так проще Вот И ставьте лайки, если вам понравилось это видео Ставьте дизлайки, если вам не понравилось это видео Обязательно напишите в комментариях причину Вы можете оставлять несколько комментариев, если что, как бы Лучшие комментарии я лайкну И еще, если вам не сложно, конечно, напишите, пожалуйста, идею для следующего видео У меня, конечно, есть несколько идей Но лучшая идея попадет в воплощение следующего видео Вот, как-то так Спасибо за просмотр Бейте в колокол, потому что тогда вам будут приходить уведомления Мне не придется устраивать премьеры, видео Вот И, в общем, вас тогда еще, наверное, не отпишут от моего канала Потому что ютубчик что-то сходит с ума И у меня подписчики скачут Я не знаю, как у остальных У остальных, может быть, так же Вы можете поинтересоваться у кого-нибудь Кого знаете, но Не знаю Вот И всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока